Продолжение следует... И что, считаю, не лишним предать гласности, как голый факт, к этому позволю себе прибавить, что, не причисляя себя к спиритам, никогда не присутствовал ни на каких сеансах, и что это первое событие в моей жизни, которое я по неволе должен причислить к разряду необыкновенных. Предостережение об опасности. Замечательное проявление высшей интуитивной психометрической или пророческой способности спасло от страшного железнодорожного несчастья. Дело было так. Поезд, наполненный путешественниками, отправлявшимися из Стрингфильда провести 4 июля 1991 года в Чикаго, вышел из упомянутого города под центральной Иллинойской железной дороги. Шел он со скоростью 30 миль в час, когда машинист Горос-Севей, сам не зная почему, начал уменьшать ход, вслед за тем он очень живо ощутил овладевшую им психометрическую силу. Вот его собственные слова. В одну секунду я ясно увидал перед собой очертание местности, в которой на расстоянии двух миль от проезжавшего нами пункта находится мост над крутым оврагом. Так ясно, как будто она действительно была передо мною. Картина эта блеснула мне, как молния. Я сказал себе, моста нет. Я знаю, что нет. Со мной бывало нечто подобное и прежде. Я не мог не полагаться на свои предчувствия. Так поступил я и в этот вечер, с полным убеждением, что мост уничтожен. Я остановил поезд на расстоянии 30 футов от моста. Кочегары и я, мы оба смотрели, как одурелые. Моста действительно не было. Мы соскочили с паровоза и стали осматривать местность. Там, где был пролет, лежала целая груда, плеющие золы. От моста остались одни рельсы, висевшие над оврагом. Все еще скрепленные своими болтами. Подъезжали к мосту, стоя с другой стороны, крутыми насыпами. Кочегар спросил меня, как мне удалось остановить поезд. Я ничего не мог ему ответить. Я и сам не знаю. А одно, что я могу сказать, я знал, что моста нет. Кондуктор Эдуард Коллинз пришел посмотреть, что случилось, и когда увидел висящую на воздухе рельсы, так поразился, что не мог выговорить слово. Мы все благодарили от всей души невидимое влияние или силу, спасшую жизнь двум стам человекам. Открытое убийство благодаря психометрической способности Летом 1682 года в Лионе было совершено убийство, взволновавшее весь город. Убитых было двое. Муж и жена, содержавшие на новом городском рынке винный погреб. В нем и были найдены трупы. Тут же поблизости лежал окровавленный топор, орудие преступления, совершенного с целью грабежа, так как взломанная касса оказалась пустою. Несмотря, однако, на тщательно произведенное следствие, не удалось найти преступников. Тогда один из соседей убитого обратил внимание полиции на человека, могущего, по его словам, способствовать отысканию виновных, а именно на одного крестьянина, жившего в горах Дофине, старой французской провинции. Этот крестьянин по имени Жак Эмар славился своим умением находить скрытое в земле сокровище, обнаружить всякого рода обманы и открывать воров. Он достигал всего этого, следя за наклонениями простого прутика, придерживаемого на груди скрещенными руками. Уверяли, что прутик никогда не ошибался, и молва о крестьянине-чудодеи разнеслась далеко за пределы той местности, где он жил. Жак Эмар охотно согласился приехать в Леон и помочь правосудии найти виновников двойного убийства. Прежде всего, Эмара привели в тот погреб, где было совершено убийство, и дали ему прутик, срезанный с первого попавшегося дерева. Едва Эмар приблизился к тому месту, где был поднят труп винного торговца, как им овладело заметное волнение, и все увидели, что прутик наклонился вперед. На том месте, где лежал прежде труп женщины, повторилось то же самое, в еще большей резкой степени. При этом Эмар, как казалось, был близок к обмороку. Это предварительное испытание убедило полицейских чиновников, что они имеют дело не с обманщиком. Раз напав на след преступника в путик, подобно чуткой охотящей собаке, уже не потерял его. Руководимый им Эмар поднимается из погреба в лавку, направляется к ограбленной кассе, затем выбегает на улицу. Побродив некоторое время по двору архиепископского дома, он идет дальше, переходит через мост и продолжает свой путь за чертой города, вдоль правого берега Роны. Дойдя до дома садовника, стоявшего тут же на берегу, он уже не сомневается, что преступников было трое, что они входили туда, сидели там за столом. Он указывает даже бутылку, из которой они пили. Садовник не знал об этом ничего, но в комнату вошли дети его, 9-10 лет, и Прутик опять пришел в движение, а детей узнали, что в одно воскресенье утром, когда они были дома, одни, какие-то три человека входили в дом и пили там вино. Судебный следователь, сопровождавший Эмара, не знал, на что решиться, идти дальше или прекратить поиски, грозившие завести их вглубь Франции, так как преступники, по-видимому, убежали далеко. Условились подвергнуть Эмару еще одному опыту. Зарыв в саду топор, найденный окровавленным на месте преступления, и, кроме того, несколько других, совершенно схожих с ним, предложили ему найти, тот, которым было совершено убийство. На это потребовалось всего несколько минут. Как раз на том месте, где под слоем земли было скрыто орудие преступления, волшебный Прутик пришел в движение. Опыт этот повторили еще при других условиях. Завязал Эмару глаза, водили его по разным направлениям, стараясь сбить его с толку. Но он неизменно возвращался к одному и тому же месту. Все эти подробности, вместе со многими другими, находятся в отчете об этом деле, поданном королевскому прокурору и напечатанном в официальной французской газете «Ле Меркурь». В августе 1692 года, следовательно, более или менее заслуживает доверия. После того, как Эмар столь блистательно выдержал трудные испытания, его просили продолжать поиски в сопровождении полицейского комиссара и жандарма. Продолжая идти вдоль берега Рона, они вскоре дошли до того места, где преступники, по словам Эмара, сели в лодку и не замедлили последовать их примеру. Везде, где они сходили на берег, там причаливал и Эмар со своими спутниками, входя в те гостиницы, где они останавливались. Он указывал, где именно они спали, из каких стаканов пили и прочее, приводя в изумление всех присутствовавших. Приблизившись к лагерю, близ села Саблона на Мазеле, Эмар пришел в сильное волнение. Преступники были, очевидно, неподалеку. Но тут им внезапно овладел страх. Он бросил свой волшебный прутик и обратился в бегство. «Что, если он найдет убийц в армии короля?» — думалось ему. Ведь солдаты не поцеремонятся с обличителем из крестьянского сословия. Явившись с повинной в Леоне, он объяснил, почему не довел до конца начатого дела. Его успокоили, снабдили рекомендательными письмами и под усиленным конвоем отправили вторично в Саблон. Но, увы, на этот раз он опоздал. Войска покинули уже лагерь. Генерал Катене повел их через Альпы. Однако Эмор бросился за ними вслед. Дойдя до города Бакара, он убеждается, что следы убийц разделились и выбирает то направление, по которому сильнее наклоняется прутик. У городской тюрьмы с ним делается лихорадочный приступ. Немало не колеблюсь, он объявляет, что стены этой тюрьмы скрывают одного из убийц. И действительно, среди 15 заключенных Путик указывал на горбатого человека, посаженного на остров всего час тому назад за мелкую кражу. Он был немедленно отправлен в Лион. А Эмор с удвоенным рвением принялся отыскивать других сообщников. В Пулоне выяснилось, что они сели на корабль. Приходилось преследовать их по морю, но даже и это не остановило ревностную французскую полицию. Судно направляли по указаниям Эмара и несколько раз высаживались, следуя за беглецами по пятам. Наконец, достигли границы королевства. Идти дальше полиция не имела права, и Эмар не решился продолжать путешествие по Генуэзской области. По его мнению, если бы они не опоздали на сутки в своем преследовании, не миновать бы законного возмездия и товарищем схваченного злодея. Что же касается последнего, он был признан виновным в убийстве, признан и приговорен к казни, к колесованию. Вначале он стоял на том, что никогда даже не был в Лионе. Но увлечить его было нетрудно. Во всех гостиницах, где, по словам Эмара, он останавливался между Бакером и Лионом, его узнавали. И, наконец, он должен был признаться, что с ним было двое товарищей. Подтвердив все подробности, касавшиеся их бегства, он старался убедить судей, что оставался простым свидетелем, когда один из товарищей убивал мужа, а другой — жену. Но по заявлению одного современника, против него было так много улик, и кроме долгутых Эмаром, что не могло быть никакого сомнения в его виновности. Нельзя умолчать о том, что когда впоследствии Эмара привезли в Париж для производства научных опытов над ним, он уже в значительной степени утратил свою чудесную способность. Многие объяснили это переменой среды и образа жизни, благодаря которой, говорят, и орлеанская дева утратила способность к ясновидению. Пояснение. Разумеется, не сам по себе прутик мог указывать направление пути, по которому следовало искать убийц. Но его наклонение в известном месте и направлении вызывалось бессознательными нервными и мускульными движениями лица, в руках которого находился, действовавшего так незаметно для себя самого под влиянием психометрической способности души. Смерть герцога Орлеанского в Париже, виденная в Шотландии. Госпожа Броутон, знакомая одного из корреспондентов Лондонского общества психических исследований, рассказала следующий случай. Однажды, это было в 1844 году в Эдинбурге, она проснулась ночью и принялась будить своего мужа, говоря, что во Франции случилось что-то ужасное. Муж подумал, что она видела страшный сон, уговаривал ее снова заснуть и просил не мешать ему спать. Она уверяла его, что видела это не во сне. Вот что она видела. Во-первых, сломанный экипаж, сбегается толпа народа, бережно поднимает какое-то тело и несут его в соседний дом. Затем видит она тело, лежащее на кровати, и в нем узнает герцога Орлеанского. Мало-помалу у кровати собираются друзья, между ними несколько членов французского королевского дома, король, королева. Все молча со слезами стоят у изголовья умирающего герцога. Какой-то человек, она видела его спину, но не могла узнать его, это был доктор, нагнулся над герцогом и щупает его пульс. В другой руке он держит часы. Затем все исчезло. Как только наступило утро, госпожа Броутон записала свое видение в памятную книжку. Электрического телеграфа в то время еще не было, и несколько дней прошло, прежде чем Таймс сообщил о смерти герцога Орлеанского. Посетив Париж, вскоре после этого, госпожа Броутон тотчас же узнала место, где произошел несчастный случай. Скоро также получила она объяснение своего видения. Доктор, призванный к умирающему герцогу, был ее старым другом, и когда он стоял у кровати герцога, мысли его все время были заняты ею и ее семейством. Способности души человеческой непосредственно знать то, что происходит на дальнем расстоянии в данное время. Факты дальновидения Вот несколько типичных обращуков этой удивительной способности, собранных у Перти. Королева Маргарита рассказывает, «Моя мать, королева Катерина Медичи, лежала опасно больная в Мессе. У ее постели сидел король Карл, мой брат, моя сестра и мой другой брат, герцог Лотаринский, несколько сановников и дам, не хотевших покидать ее, несмотря на безнадежность ее положения. В выступлении она кричала, что видит сражение, видит, как все бегут, а сын ее одержал победу. «Ах, Боже мой, поднимите моего сына!» кричала она. «Он лежит на земле! Видите ли вы, вон там принца Канде мертвого!» Все присутствующие думали, что она бредит. Однако, когда на следующий день ей докладывали о сражении, она сказала, «Я это вчера видела». Шведенборг, подробно, подобно древнему Сократу, отличался сильно развитым магическими способностями, между прочим, дальновидением. Сидя в одном обществе в Амстердаме в 1762 году, он увидел оттуда смерть императора Петра III в Петербурге. Вдруг, среди разговора, лицо его изменилось, и все поняли, что с ним происходит что-то необыкновенное. пришедший в себя, он наконец на расспросы присутствующих повеснил. В этот самый час умер император Петр III. Вскоре газеты подтвердили это. Кернер об одной сомнамбуле пишет в состоянии дальновидения Каролина однажды со смехом сказала, вот я вижу госпожу аптекаршу в кухне ее. Она стоит и приказывает служанке разводить огонь. Аптека была очень далеко от сомнамбула. госпожа Хэточец потихоньку послала с запиской к аптекарше. Посланная шла улицей, которая не могла быть видно сомнамбуле. Но вдруг сомнамбула закричала, а вон девушка бежит с записочкой в аптеку. Теперь она входит в дом, а вот теперь она уже в кухне перед аптекаршей, а это считает записочку умора. Они спрашивают, правда ли, что госпожа аптекарша только что развела огонь? Конечно, говорит она, а вот девушка опять на улице, а теперь она входит сюда. Все это впоследствии подтвердила аптекарша. Вообще Кернер об этой сомнамбуле говорит, в своем ясновидении она переносилась то в одно место, то в другое и говорила о своих знакомых о том, что они делают во всякий данный момент. Лично сам Кернер подвергал испытанию разными способами дальновидения Каролины. Следующий рассказ принадлежит госпожа Мьюр. В 1849 году я жила в Эдинбурге. Однажды в воскресенье около десяти с половиной часов, когда я одевала своего второго пятилетнего мальчика, чтобы идти с ним в церковь, он посмотрел на мне и сказал «Мама, сестрица Дженни умерла». Я спросил его «Про которой Дженни он говорит?» И он ответил «Двоюродная сестрица Дженни в Капштадте, она умерла». Я уговаривала его объяснить мне, почему он это думает, но он только повторял сказанное. Эта кузина Дженни была шестнадцатилетняя девушка, прежде жившая в Эдинбурге, а несколько месяцев тому назад переселившаяся в Капштадт с родителями. Она очень любила моих мальчиков и часто с ними играла. Меня поразила упорность, в которой ребенок повторил свое утверждение. Так что я записала день и час и сообщила матери и сестрам. Через некоторое время мы по почте из Капштадта получили известие о смерти девушки, последовавшей именно в то воскресенье. Она сильно обожглась накануне и промучилась до 12 часов следующего дня. Весьма схоже с описанием следующее происшествие, первый отчет о котором сообщает господин Кертис. Случай, про который я собираюсь рассказать, произошел 18 лет тому назад. Моя жена в то время гостила у своей сестры около 300 миль от Нью-Йорка. В 30 милях от этого места жил ее брат семейства, в числе которого был 12-летний сын Давид. Однажды после обеда моя жена сидела с сестрой, в том в том, что трехлетняя дочка играла в другой части комнаты. Вдруг ребенок бросил игру, подбежал к моей жене и вскрикнул «Тетенька, Давид утонул!» так как на ребенка не сейчас обратили внимание, он повторял слова «Давид утонул!» Тетя полагая, что неверно слышит, спросила мать, что сказала ребенок, и те самые слова были повторены. Однако никто в то время больше об этом не думал, и мать только сказала, что вероятно ребенок повторяет слышанные от других. Через несколько часов получили телеграмму с известием, что около того времени, когда эти слова были сказаны, в сорока милях потонул двоюродный брат ребенка Давид, вместе с братом старше его годом или двумя во время катания на коньках. Следующий случай представляет очень сильный пример в своем роде. Рассказ принадлежит преподобному Аранделю, писавшему в 1884 году из «Колорадских ключей» в Северноамериканские штаты. В исходе 1875 года я предпринял небольшую поездку в Мэдисон в штате Огайо на острова Джонсон и Келли и другие соседние местности. Нас было 9 человек и мы ехали на парусные лодки. В одно воскресенье утром мы переправились из Седар Пойнт в Сан-Дуски к церковной службе. В продолжение службы поднялась сильная буря, когда мы на обратном пути спустились к пристани озера порядочно бушевала. Однако мы решились попробовать переехать, что наконец нам удалось. Но во время усилий мы чуть не погибли. Мы проехали только половину дороги, как весьма сильный порыв ветра подхватил наш кораблик и опрокинул его набок. Вода ворвалась и уже казалось невозможным поддержать судно на поверхности воды. Тогда мы изо всех сил уперлись в борт, который был еще вне воды и ежеминутно думали, что будем залиты. посредством почти сверх человеческих усилий, те из нас, у которых хватило присутствия духа, отрезали все паруса и лодка как раз стала настолько прямее, что можно было вычерпать воду. Наконец после безнадежной борьбы нам удалось достигнуть берега. В момент самой большой опасности, когда спасение казалось невозможным, я вспомнил про жену и детей, которые находились в ста милях от нас. Я думал о них как в предсмертном мучении и чувствовал, что покинуть их невозможно. Если был когда-нибудь крик сердца к любимым существам, то в этот момент это случилось в воскресенье после обеда. Я вернулся домой в следующую субботу после обеда. Так как в воскресенье я должен был держать проповедь, я в это утро с женой не разговаривал и не раньше как в воскресенье после обеда мы нашли досуг для беседы. Как только я собрался описать свою поездку, моя жена сказала, кстати, со мной случилось что-то странное в прошлое воскресенье в эту самую пору дня. Я отдыхала на кушетке, как вдруг меня сильно поразило ощущение, что я тебе нужна. И мне даже представилось, что ты меня зовешь. Я вскочила и прислушиваясь, вышла на крыльцо и смотрела на дорогу. и вообще было очень взволнованно. Насколько мы могли определить сравнением записок, это случилось как раз в то время, когда я упирался в борт утопающего судна и видел перед собой влажную могилу. Я не думаю, чтобы это было только совпадение. Полагаю, что это нужно объяснять иначе. Следующий случай хорошо известен как напечатанный в жизнеописании епископа Уильберфорса. Епископ сидел в своей библиотеке в Кэдисдоне с тремя или четырьмя лицами своего духовенства, которые писали с ним за одним столом. Епископ вдруг поднес руку в голове и воскликнул «Я уверен, что что-то случилось с одним из моих сыновей». Впоследствии узнали, что именно в это время у его старшего сына, который находился на море, от несчастной случайности на корабле сильно раздробило ногу. Епископ сам рассказывает это обстоятельство в письме госпожену Аэль от 4 марта 74-го года. Странно, что во время этого случая меня так охватило подавляющее убеждение, что какое-то несчастье постигло моего сына Эрберта, что наконец на третий день 13-го числа я записал, что я не в состоянии избавиться от этого впечатления и сделал заметки для памяти. Следующее сообщение было доставлено профессору Барретту, хорошо знающему рассказчика. Я вышел из своего дома в 10 милях от Лондона по обыкновению утром и в тот же день находясь на пути в Виктория-стрит в Эстминстер при переходе через дорогу грязную и скользкую от поливки я упал и чуть не был раздавлен карета ехавшая с противоположной стороны. Падение и испуг порядочно меня потрясли но я не ушибся. Дома я застал жену ожидавшую меня с беспокойством и вот что она мне рассказала она в кухне вытеряла чашку которую внезапно уронила воскликнув Боже мой он ушиблен. Находившаяся вблизи госпожа Эсс услыхала крик и обе они согласны относительно времени и других подробностей. Я часто спрашивал жену от чего она крикнула но она не в состоянии объяснить своих ощущений и только говорит не знаю почему я осознавала что тебе грозит большая опасность. сын мой рос пишет госпожа Гетц состоит учителем музыки при заведении для душевнобольных близ Бата в понедельник в ноябре 1882 года после обеда сидя в кругу своего семейства и я заметила своему зятью господину Эвелин Деринг я так беспокоюсь сегодня о Россе я только о нем и думаю как я должно быть всем надоедаю вскоре я от сына получила письмо в котором он пишет я едва спасся в понедельник после обеда один из наших больных по имени Рунмель бросился на меня со стулом после отчаянной борьбы я засвистал и ко мне явилась помощь из соседней комнаты хотя нас много на этот момент другие служащие были в отсутствии но благодаря Бога я не был ранен и так далее это случилось как раз в то время когда меня мучили те странные ощущения графология факты из области графологии графология есть искусство отгадывать по почерку характер лиц и даже физический облик их мы нашли удобным это явление психики отнести к психометрии в Брюсселе в 1882 году был убит антверпенский адвокат Берней убийца обделал свое дело как говорится так чисто что сыщики сбили с ног отыскивая его и наконец решили отказать от бесплодных попыток убийца как в воду канул знали только что он был известен под вымышленной фамилией Ваган но в руках следствия имелся клочок бумаги исписанный им и вот он то и открыл ловкого преступника когда все средства были исчерпаны судьи вспомнили о графологии и один из последователей этой науки Бергамотто взялся определить по почерку не только нравственно но и физический облик Вагана после нескольких часов усидчивого труда этот графолог принес следующее заключение темперамент горячий пылкий сангвиническо желчный кость большая мускулы развитые возраст средний обращение недружелюбное наклонность к гневу к сплину к мизантропии в состоянии гнева Ваган бледнеет походка правильная человек положительный и точный не любит споров больше надменности чем самолюбие любит порядок во всем и считает хорошо личный эгоист гордец честолюбец говорит мало тонкий дипломат редко говорит то что думает учился понимает искусство лишен всяких религиозных чувств лицо смуглого цвета глаза скорее всего серые нос слегка горбатый руки маленькие с тонкими пальцами губы хорошие прищуривает глаза произношение не совсем чисто на правой руке средний палец феноменально не развит это заключение было передано инспектору полиции и через 10 дней убийца был в руках правосудия вот другой факт перепечатанный там же из нового времени 1881 год жил вопрос кому из трех студентов дать первый диплом у всех одинаковые отметки чижов берет лежащий тут же на столе сочинение этих студентов смотрит встречает почерк и говорит автор этого белокурый худой этого красивый живой энергичный брюнет этому и дайте первенство он стоит удивился педагогический совет чижов вполне верно описал приметы студентов как это вы узнаете по почерку человека приставали друзья и знакомые к чижову сам не знаю отвечал он сам не знаю по наитию является мысль что как этот чижов так и тот специалист графолог бергамотто постигали характер и все особенности кого-либо непосредством графологических признаков графологам только кажется что они из почерка собственно черпают знания на самом деле источником знания графолога служит индивидуальный отпечаток от автора рукописи которым пропитана бывает исписанная бумага если другая какая-либо вещь дает сам нам более возможность проникнуть и в характер и в состояние здоровья того кому эта вещь принадлежит то тем более эту возможность должна давать рукопись пиша мы свои мысли так сказать пропитываем бумагу вот графолог девушка объяснение которая своей способности как нельзя лучше подтверждает основательность этого мнения как узнать характер человека она только отчасти пользуется графологическими признаками во многих случаях эта девушка не в состоянии дать объяснение она судит тогда по тому настроение которое вызывается у нее общим впечатлением производимым почерком почерк внушает мне то-то говорит она тогда значительные выдающиеся характеры девушка скорее легче разгадывать чем незначительные обыденные мужские легче чем женские с натурами живущими в мире своих идей грез и мечтаний девушка чувствует какое-то духовное родство ей доставляет какое-то особое наслаждение следить за каждой черточкой и точкой их почерка почерки таких людей она разгадывает играющей шутя существуют богатые и бедные почерки говорит она есть люди с сильно выраженной индивидуальностью а между ними такие которые обладают магнитной силой это позитивы или дающие творящие их легче отгадывать чем негативы или воспринимающих желающих которые больше берут чем дают излучают большинство людей постольку же позитивны поскольку негативны мистические воззрения сенситива лучше всего характеризуются ее собственными словами существует состояние говорит она в которых зрение слух осязание приводит к одному проникновению в природу ее законы духовным взором во время сновидения я в состоянии слышать рукою язык души выражаются одинаково как в сновидении так и в почерке свеже написанную рукопись я разбираю легче и быстрее чем старую пролежавшую уже несколько лет говорит девушка хиромантия хиромантия это искусство определять по линиям руки характер человека и даже в известной степени события прошедшие и даже грядущие в его жизни мы также присутствуем ее к психометрии и полагаем что без предположения о том что магнетические излучения из организма действуют на нервно-психическую организацию психометра хиромантия как и графология есть абсурд после этих замечаний приведем несколько фактов хиромантии несколько месяцев тому назад сообщает журнал лайт нам удалось присутствовать при очень интересных опытах из области наиболее презираемой ветви тайных наук презираемой вероятно потому что доселе она еще слишком мало исследована именно при опытах из области хиромантии результаты нашего сеанса с одним господином который учился у Дебарола отца и создателя хиромантии оказались истинно поразительны хиромант наш не только определял с удивительной точностью и верностью отличительные черты характера вкусов и наклонностей но также верно узнавал некоторые события из прошлого и даже сделал несколько предсказаний относительно будущего вскоре поразительно оправдавшихся Дебароль поработавший более всех в пользу хиромантии с целью вывести ее из области шарлатанства недавно перешел в иной мир Дюма сын произнес над его могилой надгробную речь в которой между прочим сказал что Дебароль сделал для руки то что Галь и Спурцгейм сделали для мозга он научно выработал хиромантию как они выработали френологию и научил нас познавать наши свойства по указаниям почерпаемым в форме и линиях руки Дебароль напал на этот путь 40 лет назад во время своего путешествия по Испании в сообществе обоих Дюма отца и сына наведен был он на него удачными предсказаниями цыганки гадавшей по руке ему его товарищам его главное сочинение носящее заглавие тайной руки заключает в себе до 600 страниц наполненных остроумными соображениями и толкованиями во время их странствования по горам и долам удача инфекции до 100 Продолжение следует...